Друзья, всем привет! Сегодня у нас впервые на обзоре спортивные наушники. Многое мы уже посмотрели до этого. Игровые, четырехдрайверные, арматурные, полноразмерные, всеразличные копии, но у спортивных не было ни разу. Давайте устраним этот недостаток. Вскрываем, смотрим, проверяем качество микрофонов, качество звука и делаем вывод, стоят они своих денег или нет. В подарок нам вложат вот такой чехольчик, просто тряпочный, ничего выдающегося. Здесь наушники в пупырочке. Наушники относятся к разряду бюджетных. Актуальную цену сейчас выведу на экран, что сразу от себя хочу отметить. Мне очень нравится вот такая минималистичная упаковка и плюс ее большой, что она в пленочке. Вполне может сойти, как за подарочный вариант. Здесь у нас отображены сами наушники. Сверху, как у PlayStation коробочка, такой бумажный чехольчик. Ну и с торцов информация по наушникам. Вот так выдвигается футляр. Наушники находятся вот в такой пленочке. Ну, хочу сказать по размеру, они, конечно, выглядят впечатляюще, массивные. Сам кейс выполнен из приятного soft-touch пластика. По контуру лакированная вставка, четыре световые индикатора, которые горят красным цветом и показывают заряд кейса. В данный момент заряжен на полностью. Четыре деления. Сбоку вход USB Type-C под зарядку. Сами наушники выглядят вот так. Подсвечивается красным индикатором, значит, наушник заряжается. Идут они с ушным ободком для того, чтобы, когда вы занимаетесь спортом, бег или неважно какой вид спорта, то есть, чтобы они не спадали, держались надежно. Когда достаем наушник из кейса, он начинает моргать красным и таким голубоватым цветом. Ну, это идет Bluetooth-соединение. Ушной зажим из такого силиконового материала. Очень гибкий, пластичный, удобный. Наушники у нас вакуумные. Здесь амбишура, контактные базы под зарядку. Отверстие для микрофона. Панель сенсорная, срабатывает на прикосновение. USB Type-C на USB для зарядки. Пара сменных амбишур от маленького до большого размера. Средний установлен уже в самих наушниках. Ну и документация. Небольшая книженция вот такая. Ну, наушники сели прям отлично. Сидят изумительно. Понятное дело, что они ни за что не слетят. Дуга совершенно не чувствуется. Она не давит, не создает какого-то дискомфорта. Я почему-то сначала скептически к этому отнесся. Думал, что им будут мешать вот эти дуги. Но нет, ребят. Прям сели просто идеально. Bluetooth их видит как BE1039. Такое вот странное у них название. Давайте слушать, как звучат. Потом проверим микрофоны. Неожиданно. Ребята. Кстати, неплохая шумоизоляция. Она, конечно же, пассивная. Но в любом случае, мне тяжело разговаривать. Я как бы себя не слышу. Поэтому не слышу, что говорю. За свою цену, когда на тот момент, когда я их заказывал, они стоили 1300 рублей в районе. Звучат они потрясающе. Для своей цены, я даже не знаю, возможно, это новый must-have. Удивительно чистое звучание. Я бы даже сказал, кристальное. Как правило, дешевые наушники грешат тем, что у них звук глухой. Ну, стоит дешевый драйвер. И, соответственно, он такой так запирает. Звучит глухо, необъемно, неприятно. Здесь же я был прям удивлен. Мало того, что у них кристально чистое звучание на уровне арматурных за свою цену. Ну, правда, я не знаю. Я в каком-то замешательстве нахожусь. Так еще и громкость. Реально запредельная громкость. Опять же, и на всей громкости, на полной громкости они не запирают ни разу вообще. То есть, навалил на всю, они продолжают звучать так же чисто и так же разборчиво. Очень хорошо на них будет слушаться какую-то инструменталку. Скрипочка вся различная, балалайка, балалайка, гитара, рок. Идеально. Ребята, я удивлен, я поражен. И опять же, вот чего не ожидал. Думал, так скептически сначала отнесся. Форм-фактор, думаю, совершенно немой, не понравится. Но за счет того, что мягкая все-таки силиконовая вот эта вот, заушная вот эта, как, не знаю, как ее назвать, собственно, они прям очень хорошо садятся, не совершенно не мешают, потому что идеально сидят. И в то же время качество звука, ну, удивило, поразило. Ну, да. Блин. Мне еще будет очень интересно проверить задержку. Если у них не будет задержки, я их даже себе оставлю для монтажа, потому что вот они сидят, в отличие от каких-нибудь других, Хэри, которые стоят 5 тысяч на минуточку, сидят ужасно. Ну, утрирую ужасно, да. Но, опять же, вот эта вот ножка, она мне все время мешает. Она, как бы сказать, доставляет мне дискомфорт. Вот. В целом, они садятся неплохо. Но вот эта вот часть, она как-то давит мне вот сюда вот. Ну, и неприятно. Она как-то задевает, касается вот этой части вот уха. Это не ухо, а вот этого места. И неприятно. Здесь же? Нет. Совершенно другой. Часто такое бывает, что от чего не ожидаешь и получаешь хороший результат. Да. Обалдеть. Обалдеть. Ребят, по сенсорам классика один тап-стоп-пауза по-любому из наушников, два тапа перемотка либо вперед, либо назад, три тапа вызов голосового ассистента. И у них есть регулировка громкости и реализовано очень хорошо по удержанию, а не по каким-то там тычкам. То есть я, грубо говоря, вот удерживаю и начинает убавляться громкость. Вы видите, вот сейчас я убавил вот на всю. Соответственно, по правому наушнику, если мы удерживаем, блин. Если я начинаю удерживать правый наушник, у нас громкость прибавляется. Просто по удержанию не надо ничего тыкать его, как орут. Ребята, 1300 рублей, неважно, занимаетесь вы спортом или нет. Кстати, вытаскиваете из уха, продолжают играть. А ну-ка, в кейс. Независимо, не обязательно, что они спортивные, значит, надо в них заниматься спортом. Просто слушать музыку за 1300 рублей у них реально классное звучание. Это удивительно. И в какой раз повторяю, очень хорошее качество звучания. То есть можно взять даже просто для прослушивания музыки. Сидят хорошо, шумоизоляция хорошая, отлично реализовано сенсорное управление. Что еще надо? Качество звука на уровне. Давайте проверим микрофоны. Ну и вот так вас будет слышать собеседник, если вы будете разговаривать с ним в наушниках. BE1039. Вот такое качество звука. Обязательно пишите ваши комментарии. Как вам? Говорю обычно нормальным голосом. Никак обрабатывать звук я не буду. Соответственно, выложу его в оригинале. Как записалось, как вас будет слышать собеседник, так вы его сейчас и слышите. Ну что, подводя итог, хочу сказать, наушники на самом деле удивили. Я поначалу очень скептически отнесся. Думал, ну что за спортивные наушники? Какие-то неудобные дуги, скорее всего, будут мешать. Потому что у меня были как-то подобные наушники, похожие с дугами. Но у них даже еще был кабель между ними соединен. По-моему, JBL. Но они стоили гораздо дороже, в районе 5000 рублей. По качеству звука я хочу сказать, что они плюс-минус одинаковые. Всех басов было побольше. Ну и цена, да, соответственно, чуть ли не в 5 раз больше, в 4. Но за свою цену их не обязательно брать как спортивные. На самом деле их можно просто слушать музыку приятно. При том, что еще хочу отметить в самих наушниках по 50 мА часов батарейка. Это очень хорошо. До 6 часов будет держать от одного заряда. В кейсе 500 мА. То есть еще 6 раз нам кейс может отдать заряд от 0 до 100% наушникам. Хорошая автономность, хорошее качество звучания, приятный кейс. Немножко он, конечно, большеват по сравнению с теми же Heavy или какими-то другими. Но они как на уровне KZ, мне так кажется, размером. Но, в принципе, такая ракушечка. Приятный soft-touch пластик. Приятное оформление в виде лакированной вставочки. Вход USB Type-C. Все по-современному, все по красоте. Рекомендую однозначно. Ссылка в описании. Кому интересно, переходите, покупайте. Также подписывайтесь на мой профиль в Авито. Там я очень часто выкладываю все различные хорошие предложения. Ниже, чем на Алиэкспресс. Вот, еще две посылки мне пришло. Это два микрофона, два Bluetooth-микрофона. Скоро будет на распаковке. Также, возможно, эти наушники я буду продавать, потому что я проверю сначала задержку. Если у них не будет задержки, я их оставлю. Я заменю вот эти Heavy, потому что я говорю, хоть они и стоят в районе 5000, но качество звука мне тут кажется даже как бы примерно на одном уровне. Тут басов побольше, да. Здесь басы не такие ярко выраженные, но в любом случае они четкие, хорошие. Есть сцена, звуком вполне достойная. Мне для монтажа там особо какие-то излишки не нужны. Ненамного здесь звук лучше, а цена в четыре раза выше. И поэтому, возможно, я буду какие-то из них продавать. То есть, если здесь задержки не будет, то, соответственно, я их продам, потому что мне для монтажа задержка никак не пойдет. Она там миллисекунды, ребят, вы не подумайте, что сейчас задержка, там о, все, это конец, да нет. Это миллисекунды, ее не каждый замечает. Но в монтаже там доли секунды, там прям доли секунды, там это важный момент. Поэтому что-то я из этого буду продавать однозначно. Либо Heavy-ты буду продавать, либо вот эти спортивные наушники BE 1039. Ну, а на этом пока все. Вам большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok